Музыка Так, друзья, сейчас мы в питомнике у Сергея Валерьевича Железова. Он отворачивается из скромности. Почему? Тише, тише, здесь я режиссер. Дело в том, что когда я сказал, что нужно показать вообще красе питомник, он сказал, я же в этой одежде похож на быча. Тогда я ему сказал, Сергей Валерьевич, в таком случае ты король бычей. Во-первых, почему? Потому что ты это самое, выделяешься. Ну, сейчас я объясню, почему. Итак, какой у вас рост? Метр девяносто. Метр девяносто, так. Смотрите сюда. Прививки. В каком году вот это все прививалось? Все весной. Так, я буду, так как далековато стоишь, а может быть не слышно, я буду повторять. Это весной. Это весной. Самые большие уже выше твоего роста. Правильно? Да. Вон те. То есть, если ты метр девяносто, там уже двухметровый. Теперь, теперь цветочные почки заложены. Заложены. Вот я показываю. Это все. Теперь, Сергей Валерьевич, когда вы отправляли газель в Красноярск, там были однолетние? Да, однолетние цветущие. Вот, все цветущие. Ну, у меня видео снято, теперь не скажут, что мы обманули. Я к чему говорю? Эти еще лучше. Почему? Лето более теплое. Дожди более... В этом году побольше. Дождей побольше. Так, теперь, значит, тут такой момент будет один. Я специально пришел. Дело в чем. Технология. Ну, в двух словах. Значит, прививка у земли, нижняя часть черенка. Правильно? Да. Вот. То есть, чем ниже прививаем, тем они выше, а не наоборот, как многие считают. Этот момент отметим. Теперь, то, что это лучший питомник в стране, это я утверждаю, потому что сильно много знаю. Вот, и знаю, на какой день перешли. Кстати, сказал Сергей Валерьевич, прости в этом самом, в третьем номере за 15 год посадим в хозяйстве. Сливы, вишни, абрикосы тоже переходят на палка в землю втыкается, искусственные корни, и вырастает. То, дальше это, без мата говорить нельзя. Теперь, последний момент, он, я его хочу отразить, я о нем почти никогда не говорил. Итак, смотрим сюда. Это уже касается технологии. Вот, вроде бы, влажный. Яблонь не вылезла, у него, кстати, корни послабже, то есть не слабже, а по размеру меньше, чем у этого огромного абрикоса. Так вот, у них в горшках влага исчезает из земли еще быстрее. Почему? Я придумал такую вещь. Отсутствие горизонтального переноса влаги. Почему я сторонник? Ну, питомники, да, должна быть черная земля, тут уж никуда не денешься. А вообще я сторонник залужения, сторонник нетронутого дерна, по той причине, что, как вы видите, пример горшка, поливать приходится три раза чаще. Мгновенное высыхание, вот тут вот сыро, а в горшке вот оно, видите, сухо. Только по той причине, что оттуда влага уходит, снизу есть дырки, а с боков дырок нет. То есть горизонтального переноса влаги нет, это, я говорю, в будущем, тем, кто со мной, кто будет оспаривать мы эти. Вот, если бы еще, кстати, Сергей Валерьевич бы, раз уже влаги нет, значит, хуже уже растет, если это считать, если это считать хуже, то есть двухметровая, да? Вот, а если бы еще не был горшков, они были бы еще мощнее. Вот, теперь смотрим на двухлетки. Сергей Валерьевич, если вас там рядом поставить, мне кажется, вы станете этим карликом. Давай попробуем. Вот этих потом старше. Я почему говорю, потому что вам, друзья мои, продают такое, что не в сказке сказать, не пером и писать. Говорят, у меня пять лет растет абрикос, а все еще по колено. Вот смотрите на те, которым пошел второй год, глядите сюда. Вот это все однолетние приросты. Вот, да, вот покажи, откуда идут однолетние приросты. Вот отсюда. Да, и, кстати, сразу еще и кустится, то есть не подумайте, что... какой-то молодец дай-ка покажем не нравится такие вещи показываю дело в том что действительно я во первых хочу обратить ваше внимание что да вот он пошел прирост ему больше метров отсюда вот видите вот а вот это вот уже после то есть он еще молотов шиперос он еще и раз разросся во все стороны вот так вот здорово да ну что друзья мои налюбовались вот дело в том что настоящая технология она требует а семенные подвое я уже в десятки фильм проклинал это и вдруг с триумфом нам сообщает что это и абрикосы научились проращивать выращивать из этих самых из этих из этих и из палок с пророщенными искусственными корнями где центральный корень вообще такого понятия даже нет ну все спасибо за внимание работайте сергей валерьевич если это самое как это принято говорить наше дело в надежных руках а а а а